МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В западной части Березовского района в бассейне реки Вагулка расположился один из значимых природных комплексов Ханты-Мантийского автономного округа. Заказник Вагулка, имеющий статус государственного объекта, был организован 9 августа 1993 года. Основная цель охрана – богатофлоры и фауны северного края, восстановление исчезающих видов животных, многие из которых занесены в «Красную книгу». О деятельности заказника в нашей передаче. Спокойная водная гладь и величавые сосны по берегам реки. Мы едем от центра Березовского района в одно из самых живописных мест муниципалитета. Заказник Вагулка расположен в 34 километрах на запад от Березова. Подъезжаем к двухэтажному дому, возле которого по ветру развивается флаг Российской Федерации, что вполне соответствует статусу государственного объекта. На берегу нас встречают одни из старожилов Вагулки, приветствуя радостным лаем. Собаки здесь неспроста. Когда-то к заказнику вплотную подходили волки и даже медведи. Охотный инспектор Александр Грибанов знает не понаслышке, что значит «встретиться с хозяином тайги». Коренной березянин 25 лет трудился фотокорреспондентом в районной газете. В 95-м пришел работать в заказник. Заказник был создан в 93-м году, но штат набирали как раз в 95-м. Тогда Николай Константинович Киселев был, зав. отдела охотничьего хозяйства в районной администрации. А мы с ним знакомы были. Мне приходилось по работе как фотокорреспондент. Я часто участвовал в рейдах, там у них по району ездили мы вместе. И, в общем, работу я уже знал. Конечно, не, не. Ну, знакомо мне было это. Вот. И хотелось мне быть в лесу. До этого я брал отпуск, когда, будучи работал фотокорром, всегда заключал договор с верфромхозом и отпуск проводил в лесу. Октябрь-ноябрь месяц на охоте. И поэтому меня всегда тянуло в лес. Зов родной природы передался и внуку Александра Васильевича Егору. Живет в Тюмени. На лето приехал к дедушке порыбачить на природе. Но дела прежде всего. Мы собираемся проверить солонцы, одной из любимейших лакомств лося. Небольшой группой, состоящей из егерей Владимира Михайловича и Александра Васильевича, а также внука Егора, плюс наша съемочная группа, мы отправляемся в путь. В лодке охотный инспектор просматривает специальный журнал учета, прибыв на место проверка. И вместе с этим новая порция соли для лесных обитателей. Александр Васильевич показывает места расположения солонцов. Сегодня все их мы обижать не будем. В большинстве еды для лосей еще хватает, а потому можно возвращаться домой. Здесь также продолжается работа. По записи в егерском журнале осталось чуть более 60 искусственных гнездовьев для пернатых. Вот дупленки, 65 дупленок у нас. Вы смотрели? Обязательно. И это? Вот он, на живуне все переломал. Что он написал? На живуне все переломал. Да? Он написал, да? Из 7 штук, 5 штук сломал. Надо было вот отметить, которые сломаны. И главное, которые в воде даже. Он или их по льду сломал, или это осенью. Потому что, да. Он по воде же что пошел бы туда? На двух березах в воде. Тот самый разрушитель, это никто иной, как медведь. Косолапый немного похозяйничал, а значит, нужно мастерить новые дупленки. Это вечером, а днем нужно еще раз объехать и проверить несколько солонцов. По пути мы встречаем купающегося лося, который успевает скрыться от людского взора в лесной чаще. Возможно, позже он придет подкрепиться солью, которые егеря оставляют ему на обед. Ну, посещаемость натуральная. Сейчас ходил, лизал, вот вылезано все. Это конкретно вылезано. Давайте, тащи этот. Еще один сюда заложим. Организованный постановлением администрации Березовского района в августе 93-го, спустя 4 года Вагулка пережила свое второе рождение. 11 марта 1997-го был подписан акт правительством Ханты-Мансийского автономного округа. Природный объект приобрел статус и подчинение на окружном уровне. А с 1 июля 2002-го заказник перешел в ведение Объединенной дирекции особо охраняемых природных территорий. Здесь запрещена любая деятельность, если она причиняет вред природным комплексам, животным и растениям. Разработка месторождений, вырубка леса и любой вид охоты. В штате организации 6 человек, 5 охот-инспекторов, которые работают посменно по полмесяца и руководитель Игорь Первов. Основная деятельность летом – учет популяции животных. В холодное время года – зимние маршрутные учеты. В зимний период мы делаем ЗМУ – это зимняя работа по зимним маршрутным учетам. У нас по старым олениным дорогам, по тракторным старым пролужены постоянные маршруты. 350 километров должно быть этих маршрутов. И мы зимой, январь-февраль, проводим учеты. Это основная работа у нас считается зимняя. На Буранах, где пешком, составляем карточки соответствующие и посылаем в дирекцию. Они потом уже там дальше идут. А весной у нас учеты на Тетеревиных натаках. Это Глухарь, Тетерев. Также составляются карточки. Но это весной затрудняет работу, что распутится. И бывает, что ни пешком не пройдешь, ни на Буране не доедешь. Но уже смотря какая весна. Бывает, что на лодках уже попадаем на АТАКа, ведем учет. Ведем учет летом. В основном ведем учет краснокнижных птиц. Это у нас орлан-белохвост, скопа. Стерх, правда, два раза мы за 23 года работы здесь, я два раза видел стерха. Но на пролете. Серые журавли у нас одна пара. Она уже на протяжении 10 лет. Гнездится в заказнике. И учет у нас в августе месяце выводка в боровой дичи. Поэтому также у нас маршруты заложены. И мы ходим, считаем, молодняк в боровой дичи. Также заносится в карточки. Все это обрабатывается и посылается в Ханты-Мансийск. Общая площадь заказников оголка составляет 64 747 гектаров. Для сравнения, здесь могли бы с легкостью разместиться два европейских государства Андорра и Лихтенштейн, совокупная площадь которых 62 800 гектаров. Березовский район расположен в подзонах Северной и Средней тайги. Елово-кедровые леса сменяются гольцовыми и тундровыми ландшафтами восточного склона Урала. Территория заказника богата не только растительностью, но и разнообразной фауной. Это 196 видов птиц, лебедей и орланы, сапсаны и стерхи. Бассейн реки Северная Сосьва наполняет более 20 видов рыб, среди которых хариус и муксун, нельма и щука. Среди животного мира 44 вида млекопитающих – лоси и бурые медведи, волки и зайцы, а также немногочисленные особи северных оленей. И самое главное сегодня – сохранить природные богатства для будущих поколений. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова